Смотрите, прежде всего такой простой совет, очень бытовой. Не ставьте перед собой невыполнимых задач. Зачем вам то, что нельзя выполнить? Нету жизни без перепадов настроений. Каждый день – другой день, каждый час – другой час. Я это серьезно очень, вот это, я говорю сейчас очень с точки зрения Торы. Не просто привычный другой день, это вообще другой день. Другой мир. Так как может быть то же самое настроение? С другой стороны, вы правы. Говорится, что все несчастья приходят к человеку. Так, как написано в книге «Дворим», по-моему, это в недельной главе «Экев», если ты спросишь, как ко мне пришли эти беды, катастрофы, ответ будет такой. На иврите. Потому что ты не служил Всевышнему с радостью и с чувством переполненного благодарности и добротой сердца. Представляете, какое наказание? Все катастрофы и беды, потому что ты не служил Всевышнему с радостью. Не говорится, потому что ты не служил. Не говорится, потому что ты наломал дров. А говорится, что ты служил, но без радости. Ну, знаете, что делать? Творец всесильный. А я кто? Я маленький человек. Он мне велел. Я делаю, выполняю. Видел накладывать филин, я буду это делать. Венелся, буду дать шаббат, я буду. Есть кошерную пищу, я буду. Но радости мне это не дает. За это придут трагедии и катастрофы. Представляете, о чем речь идет? И ответ прямо тут же дается. Ключ к успеху есть. У каждого человека. Нет проблем никаких. Значит, тебе говорится, что так должно быть. А как это сделать? А это очень просто. В наших законах все предусмотрено. И это тоже. Когда еврей просыпается утром, ему следует говорить. И так в Сидуре написано, в молитвеннике. Вот эту фразу надо говорить. Что это значит? Благодарю тебя, Всевышний, который вечно живущий. То есть вечный. За то, что вернул мне душу. Потому что во время сна часть души отходит. Основное остается, но часть отходит. И ты мне вернул. Теперь я спрашиваю, зачем вернул? Что это за игра такая? Ушла душа, вернулась. Каждый день причем. Что за детские игры? Не детские. Акт возвращения души, это значит напутствие на работу. Всевышний дает душу и говорит, как бы, ну вот, а теперь впереди день, работай. И ты со мной, я с тобой. И я тебе дал душу, я тебе дал Тору. Я тебе дал все, чтобы все было хорошо. А если ты видишь, что все нехорошо, так ты плохо видишь. Так и не смотри. Все равно радуйся, потому что все хорошо. В итоге все равно все хорошо. Было хорошо, есть хорошо, будет хорошо. И ничего, кроме хорошего, нет. Да, но я же вижу трудности, беды, болезни, нищету и все, что угодно. Безусловно. Ты это видишь, потому что это пелена. Потому что ты, когда проснулся, ты не обрадовался, не сказал своей душе здравствуй. Тебя не было целую ночь, теперь ты вернулась ко мне. Прекрасно. Мы вместе, тело и душа, сможем работать теперь. Прекрасно. Так вот, как же ответить на ваш вопрос, как сохранить эту радость? Очень просто. Если вы ощущаете что-то нехорошее, видите что-то нехорошее, слышите, то кроме всех предостережений, то есть не слушайте средства информации, не слушайте неумных людей, не слушайте сплетников, не слушайте примитивных людей и так далее. Не читайте их газеты, не давайте им этого наслаждения. Представлять, что вы их раб. Зачем быть рабом? Вы раб всего вот этого, средств информации и так далее. Если вы умеете это так видеть, чтобы радоваться, вы не раб. Но если вы страдаете, вы раб. Так вы сами выбираете быть рабом, потом ко мне обращаетесь, что делать, что я раб. Не будь рабом. Но если тебе серьезно немного, видишь что-то плохое. Кстати, по отношению к вам я хочу сказать, потому что тут уже у нас на видео разговор, что у вас в основном только негативы всегда читают. Вы удивительно подмечаете, но только негативы. Я почти никогда не помню, что вы подмечали что-то хорошее. У вас, в Антарктиде, у пингвинов, не знаю, у марсиан, которых, конечно, нет. Где угодно. Вокруг вас лично, я не знаю вашу жизнь, вокруг вас. Почему вы никогда мне не сообщаете о том хорошем, что происходит? А если вы справедливо, возможно, говорите, что я ничего не вижу, как эта же проблема ваша, то не проблема окружения. Если окружение в красках, а человек видит только, допустим, темно-фиолетовый цвет, он не должен жаловаться на окружение, что вокруг только темно-фиолетовый цвет. Он должен жаловаться на свое зрение, постараться его вылечить, постараться пойти к врачу. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы говорим о духовных делах сейчас. То есть, вся Тора, все пропитано только хорошим. А когда там есть какие-то наказания, все для того, чтобы исправить, чтобы было еще лучше. А вы только приносите сюда, на сайт, негативные всякие замечания, и жалуетесь потом, и переживаете. Прошу простить меня, поскольку мы не знакомы лично, у меня ничего, кроме хорошего отношения, к вам нет. Естественно, только хорошее. И у вас, наверное, ко мне тоже. Но я прошу, отнеситесь к себе хорошо. Уважайте себя. Что это за фильтры на глазах видят только плохое. Я охотно вам верю. Я знаю вашу ситуацию. Вы на Украине, или в Украине, я уже не знаю, как сказать нужно. Что говорить? Мы все знаем, но это не значит, что вокруг плохое. Я думаю, что если бы случилась такая беда и несчастье, что я бы жил в Украине сегодня, я бы находил много хорошего. Не потому, что в Украине много хорошего. Вне Израиля вообще ничего нет хорошего. Но я бы там все равно даже мелочи всякие, из-под земли, как говорится, искал бы хорошее. Уж так должно быть. Всевышний створил все земли, все страны, все, все, все. Еврей велел жить в Израиле, прекрасно. Но вдруг еврей оказывается не в Израиле. Что он должен смотреть? Подойти к дереву, посмотреть такие ветки, какие листья, какие птицы, какие это. Все хорошо. А если он видит глупых и дурных и примитивных людей, так нужно задуматься, надо же, как здорово, что я не с ними. Как здорово, что я не так, как они. Посмотрите, с чем они живут, с кем они живут, что они делают. А у меня Тора, а у меня Всевышний, у меня добрые дела. Никто не может у меня забрать право делать добрые дела. Я рад целый день, каждый день я только рад. Вот это подход. И внутри этого может быть то, что вы часто жалуетесь, какие-то неудачи, какие-то это у всех, и у меня есть, у всех это есть. Это жизнь. И каждая неудача, это как бы начало чего-то хорошего. Ну что, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok